Ассаляму алейкум араматуллахи ва баракату. К сожалению, я получаю очень тревожные сообщения из Чечни. На фоне того флешмоба, в мою поддержку, который начался совершенно спонтанно и охватил очень много стран в этом мире, и разумеется, среди тех, кто присылал мне фотографии с поддержкой, была и Чечня, и практически все населенные пункты Чечни. И кадыровцы решили бороться с теми, кто меня как-то поддерживает, кто одобряет мою деятельность и хорошо ко мне относится. И они стали проводить какие-то целенаправленные рейды по выявлению таких людей. Проверяются мобильные телефоны, социальные сети, наличие каких-то одобрительных комментариев, мой адрес или лайков. И у меня уже есть информация, что группа молодых людей из Чеченаула, из Шалинского района, из Натеричного района уже похищены и находятся в руках силовых структур кадыровской власти. Обвинение им официально еще не предъявлено, насколько мне известно. Но не факт, что они будут возбуждены, сфабрикованы какие-то уголовные дела. И уже более месяца эти ребята удерживаются представителями власти, силовыми структурами. А последняя информация, которую я получаю из Чечни, она поистине удивляет и ужасает. Кадыровский режим настолько обезумел, что они стали бороться со мной в школах, в начальных классах. Они заходят в первый, второй, третий классы и показывают детям мою фотографию. Спрашивают, знают ли они меня. Если знают, то откуда. Смотрят ли их родители мои видео. Одобряют ли они то, что я говорю. Поддерживают ли они меня. Симпатизируют ли они мне. То есть, они начали целенаправленно выявлять людей, которые меня симпатизируют и меня как-то поддерживают. И явно не для того, чтобы просто поговорить с ними. В связи с этим я бы хотел обратиться к своим зрителям, к своим подписчикам, которые живут в Чечне. Будьте крайне осторожны. Говорите со своими детьми. Объясняйте им, как нужно отвечать в подобных ситуациях. Очищайте свои гаджеты. Ни в коем случае не оставляйте никаких лайков, никаких одобрительных комментариев под моими видео. Ну или, по крайней мере, выходите из своих аккаунтов. Нужно как-то разлагиниваться. В общем, нужно как-то себя обезопасить в этой ситуации. Ни в коем случае не оставляйте ничего того, за что к вам можно будет придраться. Берегите себя. Это было главное на сегодня. А как приложение к этому главному объявлению, я хочу прокомментировать тот вброс от ЧКТРК Грозный, который они сделали буквально на днях. Они опубликовали видео с заседания парламента Чеченской республики Ичкерия от 1999 года, где выступал Ахмат Кадыров. И сделали они это с таким посылом, что вот, мол, таким мужественным был человеком Ахмат Кадыров, он уже тогда в парламенте, он критиковал власть, он высказывал свое недовольство, он уже озвучивал тогда существующие проблемы в государстве. Ну и, мол, это очень как-то вот респектабельно. И я посмотрел это видео, несколько раз пересмотрел его. Из этого видео я понял следующее. Еще в 1996 году Ахмат Кадыров был определен как работник российских спецслужб. И выявил его исполняющий обязанности президента Чеченской республики Ичкерия Зелимхан Яндерпиев. Еще в 1996 году об этом говорит сам Кадыров. Также из этого видео я узнал, что Кадыров в будущем муфтии в 1999 году ездил. И встречался с Путиным. У него тоже была своя банда из 400 человек. Ему не давали зарплату муфтия, что очевидно ему очень не нравилось. Также ему очень не нравилось, что правительство Чеченской республики Ичкерия не могло закрыть неугодное им телевидение. То есть то телевидение, которое как-то критиковало власть, его в Ичкерии не закрывали. Ичкерия была свобода слова. Но свобода слова Кадырова не нравилась. Об этом тоже он сам заявляет. Также он говорит о дагестанских событиях, о преступности, которая действительно была в Ичкерии. В общем, он говорит очень много всего. И действительно, большинство из того, что он говорит, это правильные вещи, это правда. И это вызвало смятение у некоторых людей. У некоторых. Но не у меня. Потому что я точно знаю, какие у меня претензии Кадырову-старшему. Когда я смотрел это видео, заседание парламента Чарии, у меня в голове возникла такая аналогия. Давайте представим, чисто гипотетически. Вот Россия напала на Украину, аннексировала Крым, развязала войну на Донбассе. И давайте представим, что Америка со своими союзниками НАТО начали военную операцию против России. Назвали ее, допустим, контртеррористической операцией. И вот уже бомбят Калининград. Там со стороны Питерской области уже какие-то войска вторгаются. И в это самое время в Государственной Думе проходит какое-то очередное или внеочередное заседание парламента. И на этом заседании присутствует патриарх Кирилл. Ему дают слово, и он начинает критиковать власть. Он говорит, Путин, говорит, назвал меня работником ЦРУ. Я ездил в Америку, встречался с Трампом. Там был какой-то вселенский сбор православных церквей. И я на этот вселенский сбор ездил, и там просто присутствовал Трамп. Да, он говорит, я с ним разговаривал. У нас в стране преступность, коррупция. Он у Медведева в Тоскане, в Италии, виноградники. У Путина офшоры. У нас банды разгуливают по России. Да, у меня тоже, говорит, есть своя банда, он в РПЦ. Мы не можем, говорит, закрыть телеканал «Дождь», который нас критикует. Эхо Москвы, говорит, не можем закрыть. В общем, выражает какие-то свои мысли, критикует власть. В основном говорит правильные вещи, критикует по делу, так скажем. И вот через несколько месяцев его страна, Россия, будет полностью оккупирована войсками НАТО. А патриарх Кирилл будет назначен главой администрации в оккупированной стране. Его назначит американский госдеп. Трамп его тогда назначит. А потом, через несколько лет, они проведут в оккупированной России, проведут референдум, на котором народ России проголосует за то, что Россия хочет стать частью Америки, одним из штатов. А еще через некоторое время будут проведены выборы президента оккупированной России, которая теперь уже часть Америки. И патриарх Кирилл выиграет на этих выборах и станет президентом России в составе США. Потом, через некоторое время, 9 мая, он будет принимать парад на Красной площади и будет взорван. И погибнет. А на его место посадят его сына, который через 15 лет покажет нам видео 20-ти летней давности того самого заседания в Государственной Думе, на котором его отец критиковал власть тогда и говорил правильные вещи. Где-то критиковал по делу. Так вот, проблема она не в том, что Кирилл тогда критиковал власть и говорил правильные вещи. Проблема в том, что Кирилл перешел на сторону врага и стал решать эти проблемы в своем государстве с помощью врага. С помощью врага Кирилл расправился со своими политическими противниками. Когда враг напал на его страну, вместо того, чтобы объединиться со своими политическими противниками, но гражданами своего государства, вместо этого он перешел на сторону врага и вместе со своим врагом расправился со своей страной, с легитимно избранным президентом и правительством своей страны. Он предал свое государство и свой народ. Вот в чем проблема. А не в том, что он говорил на том заседании Государственной Думы. Это была простая аналогия и все совпадения случайны. Я ни в коем случае не хочу, чтобы когда-либо произошла война между Россией и Америкой. Я просто привел эту аналогию, потому что она очень подходит под ту ситуацию, которая на тот момент развернулась в моем государстве, в Чечне. И привел эту аналогию лишь для того, чтобы мои российские зрители могли прочувствовать эту ситуацию на себе. И чтобы чеченцы задумались над этой ситуацией. И всегда в таких случаях, когда вам показывают что-то подобное, то, что показали нам по ЧГТРК, когда вам что-то такое подобное показывают, чтобы вы всегда возвращались и вспоминали, какие претензии у вас к этому человеку. Чтобы вы понимали, от того, что человек говорит правильные вещи, от этого его поступок не меняется. Он предал свое государство, он предал свой народ. И от того, что он до этого, до того, как предать, он говорил правильные вещи, он критиковал власть, от этого его поступок не становится правильным. И этот поступок никак не оправдывает то, что тогда он был против каких-то преступлений или каких-то иных явлений. Это не значит, что нужно предать свое государство и с помощью своего врага решать эти проблемы. Да, эти проблемы требовали решения, но если Кадыров был в состоянии их решить, их надо было решать без врага. А когда враг к тебе пришел с войной, против врага нужно выступать. С врагом нужно бороться. В первую очередь нужно решить проблему с ним, а потом уже решать внутренние проблемы своего государства. И внутренние проблемы своего государства нужно решать с помощью своего народа, а не с помощью врага. И еще один момент, на который я хочу обратить внимание из этого видео. Это для тех людей, которые говорят, что Кадыров младший, он да, преступник, он плохой, но старший был нормальным. Если бы он остался жив, то у нас было бы все нормально. Так вот, в этом видео есть опровержение для вас. Обратите внимание, как он говорит о том, что он несколько раз отправлял просьбу президенту, чтобы запретить ваххабизм в Течне. Продолжение следует... Под запретом ваххабизма мы понимаем, что сегодня ваххабизмом у нас называют вообще все, что не угодно власти. Но тогда ваххабизмом называли именно религиозные убеждения, и Кадыров тогда выступал против конкретных религиозных убеждений. И он требовал, чтобы ваххабизм был запрещен, и любые представители, те люди, которые исповедовали религию не так, как Кадыров, чтобы они были уничтожены. Уже тогда этот человек хотел привести нас к гражданской войне. И это понимали наши лидеры, и это ему не позволяли. Наши лидеры не хотели гражданской войны. Масхадов открыто об этом говорил, что это нужно для России, чтобы мы начали убивать друг друга, а затем покончить с остатками. Поэтому то, что сейчас делает Кадыров, это продолжение того, что тогда еще хотел посеять его отец. И действительно, это и есть путь Ахмата Кадырова. Терроризирование своего народа, уничтожение своего народа по признаку инакомыслия, по признаку каких-то религиозных убеждений, которые не нравятся Кадыровым. Это и есть путь Ахмата Кадырова. И Рамзан Кадыров верно следует этому пути. И это тот случай, когда действительно яблоко недалеко упало от березы. И вся хвала принадлежит Аллаху, Господу мирову. Субтитры создавал DimaTorzok